Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю видео со своей младшей сестрой Полиной Аракелян. Всем привет, ребята! Меня зовут Полина Аракелян, и сегодня мы снимаем просто суперское видео. Кроме шуток, да. Всем привет, ребята! Я Карина Аракелян, а это моя родная сестра Полина. Наоборот, для тех, кто впервые на моём канале, приятно познакомиться. Сегодня мы снимаем суперское видео вот с такими чудесными наручниками. Я думаю, по названию видео вы и так поняли, чему этот ролик будет посвящён. 24 часа в наручниках челлендж Возможно, мы немного запоздали с этим челленджем Но я уверена, что оно получится очень интересное Будем выполнять всякие веселые действия дома с этими чудесными наручниками Не спрашивайте, где я их взяла Но я уверена, что ролик получится просто потрясающий Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и ставить колокольчики, кто все еще это не сделал Да, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеры Мы покажем вам, как мы кушаем, как мы занимаемся своими делами Только в чудесных наручниках И вы увидите нас в них уже после чудесной заставки Которую вы совсем скоро увидите Перед тем, как я напомню вам о том, что у меня есть инстаграм Ник вы сейчас видите на своих экранах Обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись Вы пропустите очень много всего интересного Выполнять крутые задания на улице, к сожалению, мы не сможем из-за карантина Но сделаем это видео офигенным дома Поэтому досматривайте до конца, ищите два эмоции, которые я для вас спрятала И кидайте мне в директ в инстаграме Победители получают сигны, видеоприветы Я подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое Смотри видео до конца, а мы желаем вам чего? Приятного просмотра! Поехали! Итак, сейчас мы попытаемся надеть эти чудесные наручники Сегодня оператор у нас будет, и это наша мама Но, к сожалению, сейчас она немного занята Поэтому первым делом мы с Полиной пойдем чистить зубы Так как сейчас утро, светит солнышко, которое постоянно то уходит, то приходит И освещение моего ролика меняется Итак, давай-ка ты попробуй себе напялить А я попробую себе Это будет, конечно, немного сложно, но нужно попробовать Я это сделаю с помощью своей коленки Так, у тебя получается? Не очень Смотри, делаем вот так вот вниз А, точнее вот так И потуже прям затягиваем, чтобы мы точно не могли ничего сделать Вот такая вот прелесть у нас получается На самую практически последнюю закрепляем И делаем вот таким вот образом Я готова, Полина Ты понимаешь, что мы на 24 часа сейчас с тобой это все делаем? Мы спать тоже будем так? Да, но ты сделала не очень туго, поэтому я тебе сейчас переделаю Итак, ребятки, мы уже с Полиной скрепились чудесными наручниками Но Полинке нужно немного подтянуть, а то у нее просто они слетят Итак, посмотрите на эту прелесть Мы с Полиной скреплены чудесными наручниками Сейчас мы попробуем пойти и почистить зубы Самое легкое задание, погнали! Мне кажется, не очень легкое Проверим! Итак, чтобы день в наручниках у нас начался отлично Мы должны что сделать? Почистить зубки! Правильно! Поэтому я беру свою электрическую чудесную щеточку Полинка, ты тоже бери свою Мочим вот так вот чудесно Как тебе? Удобно вообще? Не очень! Давай, давай, давай! Такая красота! Сейчас! Нужно еще как-то закрепить Хотя нормально Закрывается нормально, так как мы стоим рядом Если бы мы стояли не у одной раковины Ну-ка попробуй к своей стать Давай, давай! Нет, это вообще! Это трэш! Ладно, давай чистим Нагинаем все! Так, теперь самое главное Мне нужно сполошнуть рот Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Мне нужно полотенце! Мои дети, умер, мне рушат! Полыслы с рот Давай! Вот так вот это все, мои дорогие, выглядит со стороны Не очень круто, да и наручники у нас не настоящие Типа, знаете, не ментовские А вот такие вот красивые розовенькие Давай, полотенце Вот такая вот красота Опиши свое вообще самочувствие Как тебе первое испытание в наручниках? Что-то, может, не будем это снимать? Да, может, ну нафиг! Пойдем фильм посмотрим Закрываем двери Я могу теперь Полину в любом случае тянуть за собой Эй, нет-нет-нет, мы сейчас все испортим Как две дуры Так, ты идешь за мной Сейчас рука оторвела Такие дуры Эй, стой-стой-стой-стой! Капец! Нам надо закрыть дверь Понимаешь, да? Суть происходящего вообще После того, как мы почистили зубы Мы будем завтракать Сегодня мы планируем приготовить омлет И мне кажется, что к концу дня Мы просто будем ненавидеть Эти розовые чудесные наручнички Розовое счастье Давайте назовем его так К концу уже будет, мне кажется, явное несчастье Итак, отправляемся завтракать Итак, мы переместились на кухню И сейчас мы будем готовить омлет Да, для тех, кто не знал Это мой фирменный рецепт И его придумала изначально моя бабушка Он будет передаваться из поколения в поколение Нас снимает сейчас наша мама Которая тоже готовит обед Но мы еще даже не завтракали Суть в этом Поэтому мы сейчас из нашего чудесного холодильника Достаем одно яичко Молочко Больше нам ничего не понадобится И всего нужно понемногу Мы сейчас с Полей будем путаться, везде ходить Нужна глубокая тарелка Давай, Полина, ты сходишь за глубокой тарелкой Как я схожу Давай, пробуй Небольшой кукинг И я поделюсь с вами своим фирменным рецептом Итак, Польчик, попробуй разбить яичко Нужно распутаться Попробуй разбить яйцо, а я перемешаю Так, подожди, стой Ой, а мне руки сейчас нужно срочно помыть Давай, помоешь Полина достает скорлупку Выкидывает это все Я хожу за ней, как собачка Причем напоминаю, что Полина правша И она все делает с помощью правой руки А я прикреплена именно к ее правой руке Вытирай руки Итак, я беру вилочку Сначала мы должны перемешать это чудесное яичко Чтобы у нас получился вкусный омлет Делаем это вот таким вот способом Полина сейчас никак у нас не страдает Так как я это делаю правой рукой Вот таким вот образом Чуть-чуть нужно будет посолить Мы берем соль Прям капельку, Карина Прям чуть-чуть, потому что очень было много раз Когда я пересаливала и добавляла очень много соли Нужно прям вот чуть-чуть И все Потом берем молочко И добавляем на глаз Прям вот столько Я столько всегда добавляю Полина добавляет молока меньше Тщательно перемешиваем Попробуй помешать Ну я правой рукой мешаю Ну ты правой, да Если я хоть чуть-чуть дернусь, то все Это будет уже капец Омлет можно будет у нас с пола облизывать сразу Да И мы вот это чудо должны поставить в микроволновку Так, салфетка, подожди, пошли за салфетку Самое главное, ребята, в этом чудесном рецепте Что каждую минуту, ставив эту чудесную вкуснятину Нужно перемешивать Потому что омлет может по бокам приготовиться А в центре нет Полина у нас несет И я вот так вот это делаю Чувствую себя, не знаю Как будто у меня сестра-близнец Или мы... Семские близнецы Да, 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 да Так, накрыть крышкой лучше Взять Где крышка, мам? Вот же Ну, эту возьми Закрываем И ставим на одну минуту Потом будем мешать И еще на одну минуту Потом мешать И еще на одну минуту Давай не трясти руками Мы в наручниках Посмотрите, что стало с омлетом Он уже начал нормальненько так готовиться Его нужно немного перемешать И опять поставить на одну минуту А пока наш омлет готовится Я предлагаю налить нам яблочный сок Яблочный сок Это вообще, Полиня, наверное Не то чтобы любимый напиток Но он постоянно хранится у нас Вот в этом чудесном ящичке Я вообще сок не очень люблю Но попробую с Полиной за компанию Мы должны немного проткнуть Сделать дырочку Я это сделаю правой рукой Хорошо, Полин? Да, хорошо Пожалуйста, только не вы И по чуть-чуть Ой И по чуть-чуть Мы вот так вот наливаем Хотя можно было попить из одного Но это бы было негигиенично Выкидываем коробочку И нам нужно перемешать еще раз омлет Блин! Итак, берем вилочку И перемешиваем нашу готовую вкуснятину Омлет получается очень аппетитный Вкусный Главное не забудьте его посолить Хотя он и без соли очень вкусный Достаем мы это все вот таким вот чудесным образом Берем наш сок На желание можно, кстати, потереть немного сыру Потому что омлет с сыром это очень вкусно А также к этому омлету можно добавлять всякие колбаски, помидорки, огурцы Все, что добавляется в обыкновенный омлет Но просто этот готовится быстрее И, по моему мнению, он гораздо вкуснее Пожелайте Да, Полина сходит за вилкой Нам приятного аппетита Теперь мы берем две вилочки И садимся Дадись Карин Что ты хочешь? Я не пойму Трубки А, Полина для красоты достает две красивые трубочки Моя черт зеленая Ок Бери вилочку И мы садимся кушать Вот такие А как мы есть будем? Как-нибудь Ты правша, мне нормально правой рукой Пробуем омлет Чудо, которое мы с тобой приготовили Он, правда, горячий еще, наверное, да? Получилось очень вкусно И аппетитно Я обычно всегда, если мне лень что-то долго готовить Завтракаю омлетом Идеально Сок, ну-ка попробуй Очень вкусно Нифига попробовала Сейчас мы с Полиной решили поиграть в нашу в последнее время любимую игру Она называется Уда Я уверена, что вы все ее прекрасно знаете Это не реклама Просто мы ее безумно полюбили в последнее время Достаем вот так вот карточки И чтобы у нас была хоть какая-то атмосфера Я недавно наклеила свою чудесную неоновую ленту Я хочу включить какой-нибудь цвет Естественно, его выберет Полина Какой тебе цвет больше нравится, дорогая моя? Называй Я люблю мятный цвет Мятный Значит, сейчас мы включаем неоновую подсветочку Таким вот образом через телефон И включаем твой любимый мятный Красивый такой голубенький Ближе к зеленому оттенок Вот такой вот красивый Чуть-чуть позеленее Позеленее? Вот так? Да Отлично Итак, мы включили нашу неоновую подсветочку Пускай она хоть чуть-чуть сверкает тут рядом с нами И сейчас моя главная цель перемешать эти чудесные карты Сделаю я это, конечно, легко и просто Потому что Полинка никуда не бегает И я смогу спокойно вот так вот это все сделать Но для меня огромный сейчас вопрос Как мы с Полиной будем пробовать вообще играть в эти карты? Это очень сложно Да, с учетом того, что Полина правша Какой рукой мы будем держать саму колоду Какой ходить Это сейчас все будет очень запутано Но мы попробуем сделать это в наших чудесных, счастливых наручниках Забыла, как я их назвала Итак, погнали Подальше отсаживайся Это, конечно, будет сложно Посмотрите на нас Это вообще трэш какой-то Итак, раздается всегда по 7к Колоду мы кладем вот сюда Это очень неудобно Ну, а как ты хотела? Тем более у нас есть вероятность подглядеть в колоду Я уже знаю, кто выиграет Так Так, все, ладно Я шучу И так, ходи Дорогая моя Мы как два дурака просто привязанных Шестерочка Я сделаю вот так вот И выбираю цвет зеленый На, бери шестерку Пятерка Мне нужна карта Уна, кстати Угу На Четверка Уна Пятерка На, ноль Уна Ага Желтый цвет Угу Уна На Я выиграла И я выиграла В общем, ничья Полина первая кинула карту Желтую карту взять две Я кинула желтую Получается, мне нужно было взять две Поэтому Полина выиграла Я тебя поздравляю Сейчас мы еще немного поиграем Естественно, в наручниках Сегодня мы 24 часа не должны их снимать Поэтому пожелайте нам удачи И мы продолжаем играть И возвращаемся к вам Полина тут резко вспомнила Что ей настало время делать уроки Да, именно в наручниках Именно тогда, когда мы снимаем это видео Поэтому сейчас Полина будет выполнять свое чудесное домашнее задание по литературе А я напомню вам о том, что она правша И будет писать как раз таки этой самой рукой И мне все это время придется сидеть с ней рядом По этому предмету по литературе Полине задали написать 10 фактов о своем любимом авторе Поэтому пока Полина делает уроки Я буду либо ей помогать Либо играть в свою любимую игру Sims Но я правда не знаю, как я буду это делать Наверняка рядом с Полиной И самое главное, что мы должны запомнить Это резко не дернуться и не забыть, что мы в наушниках Ой И не забыть, что мы в наручниках Да, именно в наручниках Возможно и в наушниках тоже В общем Покажу вам, что происходит за столом Полина подготовила свой рабочий стол Открыла электронный дневник Уже пишет слова Домашняя работа Это вообще Я не могу писать красиво В этой С этими Я вообще не могу Короче, Полина не может писать С этими наручниками Потому что ей неудобно Естественно, Полине неудобно Потому что мы с тобой прикреплены друг к другу Сейчас я вам покажу сам этот процесс Кстати, посмотрите, как Полинка круто рисует Она купила себе скетчбук И огромное количество специальных маркеров Пипец, каких дорогих Но они очень крутые И офигенско пишут Только на плотных листах И ни в коем случае без подстилки Нельзя писать на листах А4 На обычных, которые тонкие Потому что эти маркеры Очень-очень круто пишут И отпечатываются на другой стороне С учетом того, что Скетчбук, он очень плотный Полина круто рисует А я, конечно, не мастер Она уже делает домашнюю работу Поэтому пожелайте нам удачи Ну а в первую очередь Пожелайте удачи мне Потому что мне придется сейчас С Полиной туда-обратно Как будто бы я пишу вместе с ней Так как мы прикреплены друг к другу Это безумно неудобно Потому что без нее Я даже не смогу сходить Извиняюсь, в туалет, да? Если мне приспичат водички Я тоже не смогу сходить Надеюсь, учителя меня не убьют За такой ужасный почерк Потому что это им еще по фотке Нужно разобрать И ребенок мне говорит Что у нее плохой почерк Полин, ты издеваешься? Да в смысле? Я не могу нормально писать Когда у меня наручники на руке У тебя офигенный почерк Так что давай пиши Никто ничего не заметит Пока Полина делает домашнюю работу Покажу вам свой город в игре Sims Я уверена, что вы знаете эту игру Но она мне очень нравится Я купила на все свои практически последние сбережения Вот этот чудесный красивый дом И он мне очень нравится Я потратила все бабло Но сейчас я вам его покажу Посмотрите, дом выглядит очень богато Очень красиво Он самый-самый дорогой из всех Что есть в этой игре Очень красивые домики Несколько этажей Спальня Бассейн на заднем плане Очень красивый Еще у меня тут будка для собачки Сама собачка Маленький кролик Очень миленький Также на минус первом этаже У меня есть персонаж Который сидит и занимается херней Они у меня все вдохновленные Офигенные, радостные Тут у меня есть зона для того Чтобы делать маникюр Педикюр Заниматься своими делами И сейчас у меня персонаж Мой любимый персонаж Беременна Я сейчас отправлюсь к ней Покажу вам Вот такая вот кроватка Где в скором времени появится ребенок А также Маленький ребеночек Другой И вот такая вот прекрасная девушка Которая совсем скоро появится Животик Полина вовсю делает уроки Прошло примерно 15 минут Я ей диктую с телефона Информацию о ее Любимом авторе Когда он родился Чем он любил заниматься Его детстве Информацию Я конечно догадывалась Что будет неудобно Но я не думала Что настолько неудобно Из-за наручников Карина постоянно Пытается от меня Отодвинуться Да и ты тоже А я ее обратно Передвигаю к себе И у меня почерк Получается очень кривой Из-за этого Но ничего страшного Зато можно считать Что задание выполнено Потому что мы очень стараемся Какая разница Какой почерк Если домашнее задание Выполнено Поэтому совсем скоро Как мы все сделаем Вернемся к вам Мои дорогие Мы уже сделали все уроки Помимо литературы Поэтому мы решили Посмотреть фильм Так как мы уж слишком Удобно лежим Точнее сидим Да-да-да Я очень удобно устроилась Поэтому мы сейчас Уже начали смотреть фильм Под названием Я худею Это тоже не реклама Потом Полинка Возможно немного порисует Так как мы находим Компромисс И мы решили Немного потом Прибраться на Полинином Рабочем столе Немного у меня Прибраться Так как у нас Небольшой срач А мы должны Всегда все держать в порядке Полина кстати Аллилуйя Недавно прибралась У себя в шкафу Посмотрите сколько вещей Она отложила Которые мы отвезем На дачу У нас кстати строится дом И совсем скоро Будет просто потрясающий Обзор На наш домик На нашу комнату Будет куча Крутых видео И потрясающий контент Очень неудобно Поэтому пожелайте нам Приятного просмотра Мы смотрим фильм Делаем уборку И показываем вам красоту Мы досмотрели фильм Сейчас убираемся Я помогаю с уборкой Полине Мы уже все красивенько составили Но это как вы видите Максимально неудобно Потому что Полина убирается То правой рукой То левой То тянет меня куда-то То я ее куда-то тяну Это максимально неудобно Поэтому я в основном В этом процессе Не участвую Но мне очень бы хотелось Да, вот так вот Это обычно происходит Полина меня куда-то Вечно тянет Издевается надо мной Сейчас мы пойдем Убираться в мою комнату Ну а потом мы наверное Порисуем Потому что Польку В этом не остановить Она очень круто рисует Только начала оформлять Свой скетчбук Поэтому пожелайте нам удачи Вот такой вот Чудесной удачи Розовой Как эти наручники Я встала Чтобы показать вам Полинка сидит рисует Она меня еле уговорила Я сижу с ней уже Ну минут 10 Так точно Покажи Поле рисунок Только очень аккуратно Она сидит Раскрашивает Такие маленькие Красивые рисунки У нее кстати Очень хорошо Для новичка Даже не для новичка Получается рисовать Спасибо, Карина Не за что Очень круто Мы уже прибрались Немножечко Сейчас пойдем В мою комнату Мы ходили Буквально на 5 минут Я чуть прибралась На рабочем столе Думаю показывать вам не стоит У меня и так в комнате Более-менее порядок Нету такой огромной Кучи вещей впереди Буквально через одну секунду Вы увидите результат рисунка Наконец-то Полина Доделала свою чудесную работу Я уже задолбалась Да в смысле наконец-то Мы делали минут 10 Так ты знаешь Как я боялась тут сидеть И бояться лишний раз Пошевелиться Вот такая вот красота Получилась Мне очень нравится Как Полина Рисует Просто красотень Только был один Косяк В том Чтобы раскрасить Именно это облако Потому что я попросила Карину дать мне Какой-нибудь другой Оттенок голубого Она мне дала зеленый Я это не смогла Исправить Ну ладно Так сойдет Красная тень Мне нравится Можешь просто на другом облачке Такими же цветами Порисовать И будет как будто Так и должно быть Мы с Полиной пришли Обедать Сейчас будем кушать Нам тут родители сообщили Что наконец-то Доставят тот подарок Который я для всех подготовила Это хлебопечка Наконец-то Мы не будем покупать В магазине хлеб А будем делать своими руками А также Мы купили соковыжималку И сейчас мы вам все покажем И возможно даже сделаем Но это не точно Потому что мы очень проголодались Сейчас покажем все Что нам доставили Хлебопечка Соковыжималка И будем кушать Мы сели кушать Картошечка Мясо Молосоленые огурчики Напоминаю вам Что Полина правша И мне очень неудобно Когда она так кушает Но хорошо Что мне хотя бы будет Более-менее удобно Кушать Да и я вот этой рукой Двигать не буду Что Поля тоже могла Нормально поесть Поэтому приятного аппетита Нам Мы кушаем И показываем вам Все то Что нам вот-вот доставят Нам доставили Все вот в таких вот Красивых коробках Естественно Так как сейчас Ходит вирус Нужно все обрабатывать Мы купили специальный спрей И сделаем это Вот таким вот образом Вот такой вот красотень Я это делаю Вот так вот Как обычно в наручниках Сейчас мы вам все Покажем Что находится внутри Вот такая вот Офигенская Соковыжималка Нужно нажать на кнопочку И вот так вот Она наклоняется Можно будет наливать сок Вот тут вот Выжимать всякие Вкусные фруктики Делать коктейльчики Об этом наверное Будет мое отдельное видео А также идем сюда 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 Мама уже поставила Кое-что супер крутое Вот такая вот хлебопечка Огромная Красивая Тут раньше стояли Вот такие вот доски наши Ну а теперь Огромная хлебопечка Не знаю Будем ли мы сегодня Что-то печь Но я очень довольна Вот такая вот красота Только надо будет разобраться В пульте вообще Удобно Прошел целый день Ребят Вы не представляете Как мы устали С этими наручниками Целый день Мы приготовили хлеб Фотографию можете увидеть Сейчас на своих экранах Получился очень вкусный сок Фотографию тоже можете увидеть Сейчас на своих экранах Мы сейчас будем Ложиться спать На нашу чудесную кроватку Безумно утомились И хотим сказать вам Огромное спасибо За то что вы досмотрели Это видео До самого конца Мы пытались сделать его Очень крутым Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пожелайте нам Спокойной ночи Да Пожелайте нам Спокойной ночи Но мы ложимся И попробуем Хотя бы чуть-чуть Поспать с этими наручниками Не знаю получится или нет Мне кажется Я сорвусь посреди ночи Спасибо вам огромное За просмотр С вами была Карина Аракелян Подписывайся на мой канал Ссылку на инстаграм И канал по линке Я оставлю в описании И всем пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok